С нами подключится, может быть, по ходу самого вебинара, но и традиционно у нас будет доступна запись буквально сразу же после того, как мы вебинар этот проведем. Но уж 100% она появится на нашем официальном канале на YouTube уже с завтрашнего утра. Предлагаю начать прямо с самого начала. Традиционно мы делаем ставку на европейскую валюту, потому что это для нас традиционный, опять же, барометр общего восприятия к риску и того, что, собственно, трейдеры делают на рынке. Европейская валюта в очередной раз открыла неделю, скажем так, на мажорной ноте и снова благодаря Китаю. Уровень деловой активности в производственном секторе НБС снизился до 49,4% со 49,7%. Чтобы вы прекрасно понимали, здесь нужно, в принципе, отталкиваться от одной общепринятой известной всем планки. Это 50 пунктов. Если индикатор о состоянии промышленного сектора умудряется оказаться ниже, значит, мы говорим о том, что экономика, мягко говоря, стагнирует. Но, к сожалению, в отношении Китая это уже не стагнация далеко. Это самая настоящая рецессия, которая приводит к тому, что вторая по величине экономика мира постепенно скатывается через жесткую посадку к очень незавидному будущему. Прежних темпов экономического роста, если вы помните, таковы больше 10%. Когда-то это, если экономика Китая росла на 10%, это было плохо. Сейчас мы видим то, что экономика Китая в лучшем случае показывает просто чуть выше 6%. Хорошо, ладно, утрирую 6,9%. Но все-таки, вы знаете, мрачные ожидания, мрачные прогнозы, которые готовят нас к тому, что Китай при сохранении негативного тренда, он 99% вероятности сохранится. К сожалению, наверное, выйдет в 2016 году на показатели в 6,4-6,3%. Это очень неплохой, скажем, барометр для тех трейдеров, которые рассматривают и ищут долгосрочные идеи трейдинга по особенно товарно-сырьевым активам. Потому что, разумеется, экономический спад Китая будет приводить к ослаблению спроса на сырьевые активы. И им придется обновлять свои многомесячные, хотя это уже давно не так, многолетние минимальные значения. Конечно же, я, мягко говоря, намекаю на нефть, потому что нефть у нас, будучи уже аутсайдером в течение многих месяцев подряд, таковым на самом деле сейчас и остается. Вот и сегодня мы видим очередное снижение нефти. Я думаю, что, может быть, пошел тот самый разворот, который постепенно приведет бренд к 30 долларам за баррель. Рубль также, кстати, не отстает. Вот сегодня уже на актуальных котировках мы видим значение выше 77. Далее 80. Но немножко отвлекся, конечно же, о конкретике в рамках дневной торговой сессии. Мы поговорим с вами в ходе завтрашнего брифинга. А сейчас давайте все-таки не упускать из виду прошлую неделю, потому что для нас, как я всегда повторяю, очень важен такой момент, как преемственность фундаментального фона. Помимо отчета о производственной активности НБС, был также публикован PMI Какин, который в этот раз основа поддержал, опять же, пессимизм трейдеров. Потому что по факту мы видели значение 48,4, прогноз 48. Да, лучше прогнозы. Но все равно это худший результат за последние, чтобы вы прекрасно понимали, не несколько месяцев. За последние три года. И в очередной раз такая статистика сигнализирует нам об очень серьезных и системных, актуальнейших проблемах, которые характерны для Китая. Евро использовало преимущество слабой статистики по Китаю, замахнувшись в начале недели на уровень 1,0950. Потому что слабая статистика по Китаю, как вы знаете, традиционно подстегивает интерес к главному валютному риску. Потому что евро у нас за крайне низкие процентные ставки очень интересный актив с точки зрения статуса фондирования и финансирования. Помимо роста евро, мы видели очень сильное влияние слабой статистики по Китаю еще на нефть, которая за первые две торговые сессии просела до уровня 32,49. В целом, если будем говорить про процентные валенты, это потери больше 10%. Безумная волатильность, которая характерна для сырьевого актива, хотя точно такая же волатильность, она сейчас характеризует практически каждый актив, представленный на финансовых площадках. Стоит отметить, что подстегнуло подобное снижение еще и прирост запасов нефти США по версии частного агентства оценки АПИ. Плюс 3,8 миллиона баррелей против прошлого 11,4. Конечно же, не так круто, как недели ранее, точнее уже получается двумя неделями ранее, но все равно 3,8 это много. Это прирост, который говорит нам о том, что запасы в главном нефтяном хабе, соединенных штатах по метке Кушинги, растут. И в целом мы с вами говорили еще и о текущих значениях этих запасов и как они соизмеряются вообще с историческими прецедентами. Вы знаете то, что в Кушинге эти самые запасы находятся сейчас на максимальном уровне с 1930 года. Если кто-то сомневается в том, что рынок имеет дело с катастрофическим переизбытком, посмотрите на статистику и развейте все эти сомнения. На текущий момент, если далеко не отходить от нефти, понятное дело, что трейдеры продолжают спекулировать на новостном фоне, который подразумевает возможность внеочередного заседания ОПЕК с прочими производителями энергоресурсов. Но в данном случае, если сравнить с российской экономикой, конечно же, эта возможная встреча рассматривается через какое-то солидарное решение, прежде всего между ОПЕК и Россией. В начале прошлой недели вышло много статистики также европейского происхождения. В частности, с вашего позволения, прежде всего, сделаем ставку на индекс цен производителей еврозоны. Месячные годовые показатели просели до новых минимумов. Месячные минус 0,8%, годовой минус 3%. Крайне низкие значения. Это фактическая рецессия, которую мы констатируем из месяца в месяц. И ситуация абсолютно не меняется. Поскольку данный отчет индекса цен производителей является предвосхищающим для общего показателя по инфляции, у нас есть еще один повод дождаться не менее слабого релиза и по индексу потребительских цен в масштабе всего валютного блока. Далее идем. Другая статистика. Индекс деловой активности в производственном секторе маркета еврозоны 52,3%. Совпал, конечно же, с прошлой оценкой, но все равно мы видим то, что индикатор постепенно сползает в район 50%. И при сохранении этого тренда, как я уже отметил, дальше будет только хуже, потому что до полтинника остается чуток, а дальше у нас рецессия, которая уже совсем окончательно поставит крест на таком понятии, как промышленность еврозоны, которая, по идее, и должна выступать ключевым катализатором для всей экономики. Кроме того, на прошедшей конференции Драги он в очередной раз подтвердил готовность действовать уже по итогам мартовского заседания. Это очень важный, конечно же, комментарий, потому что Драги, мы знаем, сейчас для нас является таким бомбовым эффектом, точнее его слова, для перспектив евро, потому что мы готовимся к мартовскому заседанию, мы получили уже свидетельство того, что без дополнительной поддержки еврозоны не обойдется, и на самом деле мы получили это подтверждение еще многими месяцами ранее. Но вот спустя вот это время, уже, по сути, идет 8 число февраля, и с начала этого года мы констатируем один сплошной негатив, который уже готовит нас к тому, что первый квартал для еврозоны будет закрыт на очень крайне пессимистичных значениях. Это с точки зрения темпов экономического расширения. И забегая вперед, хочу сказать то, что повезет еврозоне, если мы увидим прирост в 0,2%, хотя я настраиваюсь даже на значение уже гораздо ниже. Поэтому мартовское заседание, Драги, его комментарии о неизбежности, наверное, поддержки для экономики, в каком формате, это еще неизвестно, но это, наверное, даже нас сейчас не интересует, потому что, что бы ни произошло, снижение ставки, решение программы количественного смягчения, это все равно вопрос, который решает проблему ликвидности и разгоняет индекс потребительских цен. И, разумеется, с какой бы плоскости мы не проанализировали эту ситуацию, это негатив для национальной валюты, и этот негатив, вы должны прекрасно понимать, сейчас нужен, потому что нужно, чтобы евро было дешевле, нужно стимулировать и поддерживать национальных производителей. Что касается других валютных активов, фунт, в частности, в начале недели не отставал от евро, в принципе, такая практика сохраняется для него и сейчас, хотя оснований для роста было очень мало. В начале недели также отметился австралиец, который вернулся в район 0,70. Это, если, опять же, говорить про локальные потери, то в тот момент, когда австралиец петендовал на тестинг уровня 0,70, это локальные потери в районе 100 пунктов. Не помогло австралийцу даже решение Резервного банка Австралии не снижать процентную ставку, а просто сохранить ее на прежнем уровне в 2%. Давление на рисковые активы оказало также еще дополнительная слабая статистика, комментарии о высоком курсе и низких инфляционных ожиданиях. Во вторник отличился также Национальный банк Швейцарии, который позволил себе вольность в виде вербальных интервенций. И вот, который брифинг подряд, я советую вам не забывать про вот этот локальный словесный выстрел, который сделал Национальный банк Швейцарии, потому что ихние намеки на возможность интервенции, это как раз то самое решение, которое может быть фактически анонсировано, и то есть они могут последовать делом с заслом. Если это произойдет, я в этом практически не сомневаюсь, тогда Франк будет активно ослабеть и подгонять, опять же, восходящую динамику пары USD-свеси будет еще и укрепление позиций доллара, на что мы также делаем сейчас ставку и во что верим, особенно после пятничных данных фанонов Армперлса. Среда без преувеличения удивила рынки. Диапазон хода всех без исключения активов превысил несколько фигур. В частности, евро-доллар добрался до локального хая 1.1144, фунт рванул в район 1.46, USD-йена, тут катастрофические потери, даже страшно за такую консервативную пару, по идее, походу, минус 300 пунктов и закрытие на уровне 117.87, хотя потом потери были еще более существенные. Мы видели то, что американец потерял против японского валютного актива еще больше в моменте. Бренд отличился уже не разгрузкой, а ростом в 10%, то есть скачали, продолжились, и он так и продолжил оставаться в диапазоне 31-35 долларов за баррель. Но я считаю то, что этот канал сейчас очень скоро, может быть, даже уже до конца этой недели, будет нарушен. И все-таки я надеюсь, что бренд сможет покинуть его, преимущественно, направляясь, скажем, на север, то есть за поддержку, которая сейчас значится в районе 50, точнее 30 долларов за баррель. Интерес к евро подстегнуло снижение китайского композитного индекса. Это на середине недели выход неплохого отчета по потребительской активности в еврозоне, в частности, роничные продажи на 0,3%, в месячном эквиваленте против прошлого снижения на минус на 0,3%. А также слабые данные по состоянию индекса, касающегося сферы услуг и США. 53,5% против прогноза 55,3%. АСМ, будучи серьезным отчетом с точки зрения определения дальнейших перспектив для экономического роста, спровоцировал настоящую панику на финансовых площадках. И вследствие, опять же, слабой статистики, трейдеры снова стали поговаривать о том, что ФРС может быть даже и не готов с национальной экономикой, чтобы придерживаться прежнего цикла разгона и повышения процентных ставок. Довольно странно, но поддержку доллару не оказала даже статистика по состоянию рынка труда по версии еще частного агентства EDP. Обычно, в случае, если отчет неплохой, доллар использует эту поддержку. Но в эту среду было исключение, потому что трейдеры практически проигнорировали этот отчет, обращая внимание только на индекс АСМ, сферу услуг. Может быть, он был локально более определяющим. Что касается самой цифры, в частности, по версии EDP число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 205 тысяч против прогноза 195 тысяч. Хороший отчет, в принципе. Мы после этого стали готовиться к тому, что и Non-Farm Palace, по идее, не нужно было разочаровать. В принципе, он не разочаровал. Британцы подзадорили данные по индексу деловой активности в сфере услуга 55,6 против прогноза 55,5. Вы помните то, что для Англии показатель сферы услуг является определяющим. И действительно, это компонент, который генерирует наибольший прирост до экономики. Поэтому, увидев хорошие цифры, трейдеры предпочли не негативить, не мудрить с реакцией. И если индекс подроза, значит, нужно было, конечно же, заложить это все в цену в плане роста. Поэтому мы увидели неплохое укрепление британского валютного актива. Отдельно скажу про нефть. Актив снова вырос даже после выхода данных по изменению запаса нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Напомню, что запасы по версии уже официальных данных выросли на 7,8 миллиона против прогноза 4,7. То есть, здесь контраст очевиден и, по сути, самый настоящий тренд. И после официальной статистики мы уже точно пришли к выводу о фактических запасах Кушенги. И знаем то, что на текущий момент они составляют около 508 миллионов. Это исторический максимум. Возможно, подстегнул интерес к нефти и стал причиной роста этого актива комментарии и слова министра иностранных дел России Лаврова, который сделал очередной акцент на то, что Россия крайне заинтересована в возможной встрече ближневосточного картеля и российской, соответственно, делегации, для того, чтобы выработать солидарную, единую позицию, направленную на восстановление цен на энергоносители. Сегодня, в частности, кто присутствовал на брифинге, мы об этом также говорили. Но также, как я и отметил на брифинге, сейчас повторюсь, что ожидания по-прежнему присутствуют на рынке. Но еще до фактической реализации этих ожиданий дело не дошло. Трейдеры и участники рынка обсуждают возможность этой встречи, но ничего еще не сделано в плане того, чтобы она неизбежно состоялась. И даже если она состоится, я думаю, что никаких прорывных решений не последует. Поэтому для меня, и я надеюсь, что для вас в какой-то, скажем, момент времени, это должно стать определяющим фактором, вследствие которого нужно принять решение, осознавая то, что Brent и WTI все-таки лишены вообще какого-либо драйвера для потенциального роста. Они, по идее, не могут расти. А если и будут расти, то это будет абсолютно безосновательный рост. А безосновательный рост очень быстро сходит на нет. Поэтому среднедлагосрочно, как я уже отмечал, мы по-прежнему поглядываем вниз и ждем все-таки закрепления Brent ниже 30 долларов за баррель. Далее у нас был четверг с кучей отчетов, которые касались уже британского региона. В четверг, прежде чем перейдем, собственно, к Англии, ралли по евро продолжилась. Главный валютный риск добрался уже до нового локального хая. 1.12.38. Снова выступил Драги из конференции. Снова были обозначены системные риски для экономики вследствие спада и замедления глобального экономического роста. То, что еврозона продолжает дисконтировать эти риски. Вследствие чего ЕЦБ пересмотрел прогнозы по экономическому росту. И эти прогнозы пересматриваются регулярно. Но евро что-то особо в связи с этим не негативит. Я думаю, что это отложенный эффект. Потому что все-таки давайте отдадим должное. На рынке присутствует паника. И эта паника, наверное, даже больше спровоцирована как раз Китая. Потому что только Китай в последнее время не давал зацепиться за вроде бы прямолинейный, логичный фундамент по европейской валюте и потащить ее вниз. Нам приходится ждать, смотреть, как европейская валюта набирает десяток за десятком пунктов. Но мы прекрасно понимаем, что чем выше евро заберется сейчас, тем больнее будет падать. И чем выше евро поднимется на текущий момент, тем более привлекательные и отличные возможности будут созданы для тех, кто еще только раздумывает о том, чтобы занять короткую разделку и встать на продажу европейского валютного актива против доллара. Теперь вернемся к фундаменту, посвященному Англии. В частности, решение Банка Англии. Ставка на неизменном уровне 0,5% без изменений. Действующая программа количественного смельчения тоже на прежнем уровне. А теперь давайте перейдем на постепенный негатив, который последовал сразу после обновления ключевых параметров по денежной кредитной политике. Это пересмотр прогнозов по экономическому росту на 2016 год с 2,5% до 2,2%. Кроме того, Банк Англии признал неизбежный спад и зарплатный вклад, что непременно отразится на будущей потребительской активности и, соответственно, на показатели по инфляции. А если у нас нет оснований рассчитывать вместе с присутствующими еще на рынке крайними оптимистами по фунту, рассчитывать на то, что Банк Англии пойдет на повышение процентной ставки, значит, что у нас нет оснований, чтобы цепляться за какую-то предпосылку для роста. Я снова возвращаю вас к тому, что фунт на текущий момент не лишен статуса аутсайдера и нам просто осталось дождаться, когда же все-таки к осознанию этого придет большее количество участников и, соответственно, своей ликвидностью сможет толкануть фунт уже пониже. Ниже тех значений, на которых он торгуется сейчас. Для нас ближайшая планка – это уровень 1,40. Я уверен, мы до туда доберемся. Что касается прогнозов по инфляции, которые были анонсированы британским регулятором, здесь, я думаю, вы помните, точно знаете, если присутствовали на брифинге в пятницу, то, что прогноз по достижению целевого показателя по инфляции снова смещен. Если раньше ориентировались сначала на середину 2017 года, даже сначала на конец 2016 года, потом середину 2017 года, потом конец 2017 года и сейчас уже 2018 год. Я думаю, что если мы с вами делаем ставку на возможность ослабления нефти, а слабость нефти будет оттягивать прогнозы по реализации целевого показателя по инфляции, значит, наверное, вслед за 2018 годом, но не будем загружать, конечно же, так далеко наперед, я думаю, что потребуется даже еще больше времени. И учитывая те проблемы, с которыми британский регулятор и экономика складываются сейчас, может быть, на определенном этапе они придут к выводу о том, что лучше даже рассматривать возможность не повышения процентной ставки, от дополнительного смягчения экономической политики. О смягчении экономической политики, вы знаете, есть несколько сценариев. Это снижение ставки и коррекция программы количественного смягчения. В результате клоуза дня, по сути, четверга по фунту 1,4587. То есть мы пошли вниз против доллара и, в принципе, увидеть то, что и сегодня фунт активно теряет против американца. Полагаю, что если завтра данные по торговому балансу будут сигнализировать о том, что экспорт снова проседает, точнее, даже никак не может оттолкнуться от своих минимальных уровней, значит, это коррекционное ралли продолжится. Нам, собственно, оно и нужно. Ну и, наконец, торговая сессия пятницы. Долгожданный нон-фарм перелс. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора 151 тысячи против прогноза 190 тысячи. С негатива начали, но здесь я предлагаю оставить его позади, потому что помимо числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, у нас была фактическая цифра по уровню безработицы 4,9% против прошлого 5%. Это самый лучший результат с 2007 года. И еще более важный момент – это прирост заработных плат. 2,5% в годовом эквиваленте, 0,5% в месячном. Посмотрите, какой контраст с прошлыми релизами и с последней оценкой. Оптимисты. Оптимисты полагали то, что в лучшем случае заработная плата в месячном эквиваленте вырастет на 0,1%. Я считал то, что если будет цифра такая, значит, этого уже должно было бы стать достаточным, чтобы американская валюта оклемалась от своих минимальных уровней и начала показывать, точнее реализовывать свои все-таки бучьи амбиции. Но по факту мы увидели 0,5% – это еще круче самой лучшей оценки. Поэтому планомерно этот отчет тут же сразу же транслируем то, что он непременно подстегнет потребительскую активность. Он должен сказаться на уровне инфляции и должен помочь нам зацепиться за ближайший уровень. Попали USD-иены. Никак она не оставляет меня в покое, потому что за последний год, наверное, только на ней мы заработали меньше всего. А если взять и посчитать все сделки, наверное, даже потеряли. В общем, нужно, чтобы мы добрались с уровня 120 до 125, и тогда вроде бы как станет спокойнее, потому что мы поймем, что наши ожидания по фундаментальной силе доллара были оправданы, и мы достигли тех ожиданий, которые лоббировали на рынке. 120, вы знаете, это наш отложенный ордер, он должен быть в рынке. Мы должны ждать усиления позиций доллара, и как только USD-иена поднимется с каен, текущее ценовое значение, наверное, только и так можно охарактеризовать до этого валютного актива, этой валютной пары. Дальше будет как раз тот уровень, который нужен нам, ну а потом уже сопротивление на уровне 125. Что касается закрытия торговой пятидневки, то USD-иена, опять же, вследствие хороших данных по рынку труда, смогла подняться с минимальных уровней дня и закрыть торговую сессию в районе ближайшего сопротивления, которое тогда значилось на уровне 117 евро, просела до отметки 1.1152. То же самое было характерно и для других рисковых инструментов. Собственно, из отчетов прошлой недели на этом все. Плавно предлагаю переключиться на то, что у нас на повестке этой недели. Вы знаете то, что всю неделю в Китае Новый год хорошо, Китай оставит нас в покое, важных отчетов нет, серьезных событий также не предвидится. Поэтому предлагаю фокусироваться только исключительно на локальных отчетах и влиянии этих локальных отчетов на свои национальные валюты. Завтра промышленное производство и состояние торгового баланса по Германии. Здесь, учитывая очевидный спад бизнес-ожиданий, бизнес-оптимизма потребителей, промышленников, можно смело настраиваться на слабую статистику. Буду крайне удивлен, если тот же самый экспорт окажется лучше прогнозов и прошлой оценки. С большей долей вероятности мы увидим слабые цифры. И они точно будут соприкасаться с точки зрения преемственности и с последними отчетами по промышленному сектору, да и вообще с последними отчетами, которые касались валютного блока. Потому что все отчеты указывали нам на сплошные проблемы буквально во всех секторах еврозоны. Ждем слабую статистику. Если все пойдет по такому мрачному сценарию, значит евро получит еще один аргумент для локального ослабления. По Англии торговый баланс очень важная статистика сейчас, потому что в целом, наверное, из отчетов, которые будут посвящены британскому региону, у нас будут только торговый баланс и темпы экономического роста. Но они действуют в связке. Поэтому по торговому балансу, учитывая последние цифры, учитывая даже рост фунта, я считаю, что можно смело ставить на еще большую просадку экспорта. И как только рынок осознает, что экспорт снижается уже, если мне не изменяет память, уже пятый месяц подряд. То есть если и завтра у нас будут плохие цифры, это будет уже шестой месяц подряд. Значит фунт снова очень быстро окажется в числе аутсайдеров, точнее продолжит этот негативный тренд, который он занял еще в пятницу. И вслед за сегодняшней просадкой пойдет еще более глубокое нисходящее движение, которое постепенно будет снова теснить пару фунт-долларов в район 1.40. Но вы знаете, что у нас ближайшей целью является пока уровень 1.43, мы туда полномерно и движемся. Далее у нас среда. Отчет Американского нефтяного института. В этот раз, если вы следили за содержанием экономического календаря, в последнее время эту статистику стали относить, опять же, на содержание экономического календаря, потому что раньше рынок игнорировал статистику по АПИ. Но сейчас все прекрасно понимают то, что для нефти число, опять же, точнее количество и запасы является сейчас определяющим аргументом с точки зрения трейдинга. Если мы говорим про АПИ-избыток, то получая подтверждение того, что запас увеличивается сначала по версии АПИ, а потом уже по данным Минэнерго США, у нас локальные факторы для разгрузки. Копим эту статистику. Не обращайте внимания на то, что если локально нефть не реагирует логичным образом. То есть, если ростов запаса, вы должны понимать, что нефть должна снижаться. Но в рамках торговой сессии уж точно. Если этого не происходит, значит негатив будет аккумулироваться, и в конечном счете... И в конечном счете... Так, секундочку, сейчас полностью установится картинка, и мы вернемся к анализу событий этой недели. Еще немного совсем. Так, уважаемые трейдеры, как мне сейчас слышно? Прошу прощения за технические сложности. Так, еще раз прошу прощения за технические сложности, которые возникли. Думаю, что сейчас связь уже восстановлена, поэтому давайте не будем терять времени и продолжать. В частности, говоря про запасы нефти США. Снова настраиваю вас на то, что сейчас еще по мере приближения весны, конечно же, периоды, когда традиционно падает спрос на нефть, они будут также традиционно сезонно расти, увеличиваться. И если этот рост будет и дальше разгонять показатели запасов кушинги, значит... Значит, это... Нормально. Так, ну никак нам не удается закончить вебинар. Надеюсь, что сейчас связь снова восстановлена. Уже который раз я говорю это. Будем надеяться, что больше провалов не будет. Далее идем. Промпроизводство по Англии. Еще один важный отчет, на который обязательно стоит обратить внимание. Но по аналогии с состоянием торгового баланса и предстоящим отчетом по ВВП, я считаю, что промпроизводство за последнее время не имело вообще ни единого основания, чтобы порадовать быков хорошими цифрами. Поэтому, если на прошлой неделе фунту, по сути, не было, не на что было ориентироваться с точки зрения национального фундамента, на этой неделе все может быть хуже. Потому что сейчас есть на что поглядывать. И, к сожалению, это те данные, которые могут стать причиной его неплохой разгрузки. В среду состоится выступление главы ФРС Джанетт Йеллин. Он может быть даже один из самых важных событий этой недели, особенно если Джанетт Йеллин позволит себе добавить какой-то конкретики по возможности изменения монетарной политики. Конечно же, после последних протоколов, последнего заседания ФРС мы получили четкий сигнал касательно того, что теперь ФРС будет максимум сфокусирован на глобальных рисках и с меньшей долей вероятности будет ставить на национальную статистику. То есть, прежде чем снова поднять вопросы уже дальнейшего повышения процентной ставки, ФРС сначала должен убедиться в том, что нет угрозы извне. Но я считаю, что такая риторика продлится недолго. Стоит только национальному фундаменту дать какой-то дополнительный комплимент экономике, как ФРС по определению за него просто не может не зацепиться. Если этот комплимент пойдет со стороны роста инфляции, тогда уж тем более мы даже не то чтобы по конференции Джанетт Йеллин, но мы по выступлению и риторике других голосующих членов ФРС придем постепенно к осознанию того, что ФРС все-таки не избежит опять же серьезного шага, который будет предполагать повышение процентной ставки. Это все, уважаемые трейдеры, впереди, по сути, на повестке нашего дальнейшего трейдинга. И только осознание этого должно говорить вам о том, что сейчас на рынке присутствуют две категории регуляторов. Точнее, одна категория в нее входит только ФРС. Это регулятор, который готовится к повышению процентной ставки, то есть к ужесточению монетарной политики. И все прочие другие мегарегуляторы, развивающиеся рынки, развитые площадки, это те, скажем, национальные банки, которые рассматривают возможности, скорее всего, даже не избегут еще одного шага по дополнительному смягчению. Это как раз и есть та самая контрастность, которая будет долгосрочно способствовать росту американской валюты. Поэтому от идеи усиления позиций доллара ни в коем случае не отказываемся, тем более, что мы с вами традиционно любую идею стараемся анализировать с точки зрения, как минимум, среднесрочных ожиданий. Долгосрочных – это уж тем более. Рост он неизбежен и непременно даже по той самой паре USD-йена будет значение 125. В среду из других отчетов оценка темпов роста ВВП. В принципе, когда мы говорили про состояние торгового баланса, я вкратце коснулся этого отчета. Жду то, что в этот раз отчет ВВП совпадет с оценкой прошлого месяца. И поскольку за последний месяц мы не получили ни одного сигнала, который мог бы стать определяющим, либо поспособствовать росту ВВП, я все-таки больше склоняюсь к тому, что вся неделя для Англии будет крайне негативной. И этот негатив может стать причиной, опять же, дополнительного давления на позиции бренда. Закрывать среду будем отчетом по запасам нефти и нефтепродуктов уже от Минэнерго США. И здесь, как я уже отметил, логика та же самая, что и по оценке АПИ. Мы ждем прироста. Этот прирост неизбежно должен стать причиной локальной слабости бренда. Тем более, если в рамках этих пяти дней на рынке не появится каких-нибудь дополнительных факторов либо дополнительных поводов оптимизма, связанных с возможной встречей ОПЕК и России. Ну, вот сегодня день уже близится к своему завершению. Никакого позитива на рынке нет. А учитывая то, что бренда теряет, напротив, участники рынка сходятся во мнении того, что этого заседания и вовсе не будет. В четверг денек будет спокойным. Заявки на пособие по безработице. А в целом предлагаю даже пропустить его. Перейти сразу к пятнице, потому что эта пятница у нас будет очень серьезной. И она непременно станет резонирующим днем для уже открытия следующей недели. То есть для торговой сессии понедельника, которая будет запланирована уже на 15 февраля. Из отчетов. Индекс потребительских цен Германии. Здесь мы все-таки верим в то, что уровень инфляции через этот индикатор будет проседать. Тем более, что по Германии, исходя даже из прошлой оценки, мы получили очень слабые цифры. Вы помните то, что месячный показатель просел до минус 0,8%. Если бы что-то подобное было в формате уже всей еврозоны, евро давно уже торговалось на уровне 1,05, а может быть даже еще ниже. Поэтому смотрим сначала за статистикой по индексу потребительских цен Германии. И снова начинаем, так же как и в связке DP, Non-Farm Parals, по индексу потребительских цен Германии готовиться к возможным цифрам по инфляции и формате еврозоны. Но за последние несколько недель мы уже дважды обожглись опять же на ожиданиях фактических цифр по инфляции. Потому что все располагало к тому, чтобы валютный блок также проседал по уровню индекса потребительских цен. Но мы видели крайне оптимистичные оценки. Очень хорошие цифры, которые вообще никак не вяжутся с действительностью. Я считаю то, что пора уже, наверное, покончить с этой рисованной статистикой и показать рынку истинное состояние производственного сектора, точнее потребительского сектора. И я считаю то, что учитывая, что мы готовимся к очень слабым показателям по ОВП, потребительская активность, она даст о себе знать через, конечно же, более слабые цифры. Ну и как отмечал, в ходе этой недели у нас будет несколько важных отчетов американского происхождения. Самое главное из них – это роничные продажи. Но здесь, если мы уже получили такую классную динамику по росту заработных плат, значит, я считаю то, что это не могло не сказаться на уровне потребительской активности. Потому что чем выше уровень материального благосостояния, тем больше активности демонстрируют потребители. Значит, растут роничные продажи, растет оптимизм и вообще уверенность в том, что экономика растет и развивается. Поэтому в эту пятницу я настраиваю себя на то, что так же, как и в прошлую пятницу, доллар получит еще один фактор поддержки и все-таки сможет показать японскому конкуренту, кто все-таки лидер на рынке. Это, разумеется, по моему субъективному представлению, больше этот статус подходит как раз для американской валюты. Инекс потребительского доверия Мичиганского университета также настраиваются на хорошие цифры, исходя из той же самой логики, что и ожидания по ручным продажам. И завершать пятницу уже будут отчет по количеству буровых в США нефтяных платформ. Но количество буровых сокращается на протяжении уже практически года. Практически каждую неделю подряд мы видим то, что число буровых проседает на 10-15, а то и даже больше штук. И если раньше их количество еще в конце 2014 года превышало 1200 штук, то сейчас уже меньше 500. Но сказалось ли это на объемах производства нефти? Нет, потому что объемы как зашкаливали, так и зашкаливают. И в США вы знаете то, что фактически цифры 9-22 миллиона баррелей в сутки, бывает это даже больше, чем тогда, когда были задействованы все 1200 буровых. Объемы производства растут и в других регионах. Поэтому на эту статистику я не обращаю никакого внимания. Но если этот отчет включили в экономический календарь, я считаю то, что будет правильным, наверное, осветить его. Тем более, что мы такую большую ставку делаем и на нефтяной артиф. Лучше, конечно же, быть в курсе уже целостного фундаментального фона и не упускать совершенно ни один отчет, который появляется на рынке. Собственно, на этом все. Как и обещал, ориентиры на эту неделю. 11 по евро-доллару, хотя вам, наверное, сейчас по котировкам виднее, где находится пара евро-доллара на текущий момент, может быть, уже можно корректировать даже на уровень 1.10. Аут-USD 0.70, USD-117.50, фунт-доллар 1.43.50. Хотя я думаю, что если такой негативный тренд, как характерен сегодня для фунта, сохранится, особенно в случае публикации слабых отчетов британского происхождения, значит, мы можем отнять даже от этого ценового ориентира еще пунктов 50.70. Это будет вполне оправданно. На этом все. Если есть вопросы, конечно же, задавайте их. Потенциал роста у золота. В частности, считаю то, что этот потенциал уже ограничен. И чтобы, скажем, лучше понять это, советую вам перейти на недельный таймфрейм по этому активу. Кстати, сегодня я уже буквально на форуме отвечал на этот вопрос. Ответ тот же самый. Пожалуйста, откройте недельные графики, посмотрите границы нисходящего коридора, в котором движется золото. Как раз текущие актуальные котировки, они указывают на то, что золото находится как раз на макушке этого значения. И если в ближайшее время доллар все-таки покажет свой характер, возможные комментарии со стороны ФРС, возможная поддержка со стороны Джанет Хеллен, и тем более, может быть, хорошая цифра по роничным продажам, значит, мы увидим, как этот канал снова будет по граничным значениям, от которого золото пойдет смещаться вниз. Честно говоря, по золоту я никак не мог предположить такого стремительного роста. Но поскольку также не мог предположить, что и Китай будет дважды выступать ключевым подробником спокойствия на финансовых площадках, было очень трудно, конечно же, оценить баланс и спроса трейдеров на валюты, убежище и защитные инструменты, к которым традиционно относится золото. Поскольку еще на прошлой неделе мы наблюдали крайне серьезную разгрузку у американцев, и опять же, почему? Мы связали это со статистикой. То, что плохие цифры, а ИСМ снова заставило трейдеров пересмотреть свои ожидания по повышению процентной ставки. Также я не исключаю той возможности, что на рынке напомнили о себе маркетмейкеры, которые снова вступили в игру, затащили актив к тем уровням, которые им были нужны, после зафиксировали свой профит и плавно вышли из сделок. Поэтому, если это действительно так, то маркетмейкеры уже постепенно покидают площадки, доллар все-таки начинает больше поглядывать на национальный фундамент. После последних non-farm payouts мы получили неплохой сигнал для потенциального роста американца, а значит, у золота сейчас будет все меньше и меньше факторов для поддержки. Если вы рассмотрите возможность длинной позиции, советую тысячу раз подумать и только, скажем, один раз принять фактическое решение. Я все-таки бы рекомендовал использовать, опять же, тот ордер, который я анонсировал в ходе брифинга. Конечно же, до него еще далеко, но судя по тому, какая волатильность сейчас для этого актива характерна, лучше, наверное, подождать, пока рынок успокоится, все-таки войдет в более-менее конкретный тренд, и этот тренд мы уже потом поймаем. То есть, по золоту я считаю, что можно сначала опуститься и только потом начинать торговать в сэл. Что касается покупок, крайне не рекомендую. Что касается закрытия сделок в плюс, вы перечислили сразу несколько валютных пар. Долгосрочно они все закроются в плюс, как ни крути. Какие быстрее всего здесь будут зависеть, опять же, от соответствующего фундамента и реакции валютных активов. Я считаю то, что евро имеет очень большой потенциал на коррекцию сейчас. Я считаю то, что очень серьезную волатильность можно в моменте получить по динамике франка, тем более после последних словесных интервенций. Но исходя из содержания экономического календаря, вы понимаете то, что в случае сохранения, точнее реализации того сценария, который мы обозначили, если статистика будет хуже, значит мы будем снова аккумулировать вот этот негативный фундамент и толкать вместе с другими участниками рынка фунт пониже. Это в район 1.40. Фунт за последнюю неделю явно показал то, что он является самым волатильным валютным активом, потому что даже не припомню, был ли вообще день, где фунт за ним показал меньше 150 пунктов в движении. Эта волатильность для него сохраняется и сейчас, и при таком негативном настрое, при такой амплитуде движения, полагаю, что и фунт также может очень быстро добраться до нашего целевого значения. По поводу Нового года, неделю мы будем наблюдать отсутствие, скажем, китайских игроков на рынке, но с другой стороны, рынок низколиквидный и, как правило, на низколиквидном рынке, если происходит движение, они самые серьезные. Но здесь мы исходим из того, что статистики по Китаю пока не предвидятся и нет каких-либо предпосылок полагать, что во время Китайского Нового года какую-то бомбу подкинет нам Народный банк Китая. Я считаю, что вряд ли. Поэтому сейчас ориентируемся на старые добрые инвестиционные идеи и локальный макроэкономический фон. Вот, в частности, по евро уже 1.11. Как я сказал, то, что, исходя из того, что за последние два часа евро очень много потерял, серьезно просел, я предлагаю вам скорректировать наши ожидания и поставить планку в район 1.10. По поводу идеи доллар-японской иены с текущих значений, с уровня, точнее, со стопом 115.50. Для толкосрочных трейдеров считаю то, что текущее значение – это колоссальная возможность, которая подарена рынкам. Напоминаю то, что в кулуарах есть такое понятие, как коридор Курады. И этот коридор предполагает невозможность ухода пары USD-йена ниже уровня 115 с небольшим. В частности, у меня перед глазами сейчас нет конкретного графика дневного, чтобы дать вам конкретное значение. Но полагаю, что ниже 115 вероятность того, что пар исходит, очень мала, практически ничтожна. Поэтому, если вы до сих пор не в сделке, считайте, что у вас есть прекрасная возможность, чтобы залезть в эту пару сейчас. Ну и, разумеется, метить на те ориентиры от сливы, которые мы с вами поставили. Поскольку вопросов больше нет, большое всем спасибо за внимание. Удачной вам торговой пятидневки. Со своей стороны обещаю то, что продолжу доносить все самые интересные события. Будем сохранять преемственность фона, будем отслеживать наиболее интересные события. Ну и, конечно же, потихоньку начинаем готовиться к марту месяцу, потому что на март у нас очень много важных событий. ЕЦБ, ФРС, возможное заседание даже ОПЕК, но по-прежнему не оказываемся от того, что оно может состояться. Еще ставка по Канаде, по Австралии. Везде достаточно интересного, соответственно, фундамента. Будем следить за отчетами, ну и, разумеется, верить в то, что доллар все-таки должен отстоять свой потенциал и показать всем конкурентам, кто лидер рынка. Поэтому удачной вам торговой недели. Соответственно, увидимся в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго. До свидания.